Диабетическая полиноэропатия возможности патогенетической терапии Ксения Валентиновна Антонова Институт неврологии Пожалуйста, вы не в эфире, я так вижу, да, пока? Вот, включается в эфир Все, я вас объявил, вы, надеюсь, слышали Да, спасибо большое Благодарю, Павел Андреевич, за представление И сегодняшняя тема и сообщение является Диабетическая полиноэропатия Собственно говоря, что мы можем сделать и чем помочь пациенту С позиции именно возможностей патогенетической терапии Я расскажу пару слов о том, почему именно патогенетическая терапия Важна у этих пациентов Итак, с чем мы имеем дело За долго, за 13 лет до пандемии коронавирусной инфекции ВОЗ объявила сахарный диабет эпидемии в 2006 году И рост происходит неуклонно По состоянию на конец 2019 года в мире проживало 463 миллиона человек Мы ожидаем в ближайшее время обновленных данных по планете Что это значит? Что уже 2 года назад на планете болело диабетом каждый 11-й взрослый человек И вот по состоянию на вчерашний вечер Есть онлайн регистр сахарного диабета Который отражает количество больных, поставленных на учет Всего на учете стоит почти 5 миллионов человек Новых случаев 278 тысяч с лишним При том, что выявляемость в лучшем случае диабета составляет 50% А по ряду исследований отечественных На одного знающего о наличии диабета приходится 3 неведающих о своем заболевании В любом случае это не менее 10 миллионов человек И при диабете у нас в стране у каждого 5-го взрослого И статистика о снижении выявленных случаев за прошлый год Она обманчива, потому что это те пациенты Которые просто не дошли до своего врача Прибывают дома со своей гипергликемией И не получают лечения Самым частым осложнением сахарного диабета Как первого, так и второго типа Является диабетическая нейропатия Я подчеркиваю, это данные регистра 24% это мало Реальная распространенность выше Она составляет где-то 50% И мы об этом поговорим И вот посмотрите, все достижения в лечении сахарного диабета Я думаю, все слушатели много слышали о современных препаратах Об изменении парадигмы И подобные слова про интенсификацию терапии Но с точки зрения развития синдрома диабетической стопы За годы последним, может быть, что-то Мы чуть-чуть и добились статистически значимо Но частота и распространенность ампутации У пациентов с диабетом К сожалению, не снизилась Это говорит о том, что проблема Диабетическая полинаэропатия И ее конечный результат На настоящий момент так и не решен И при этом, согласно отечественным рекомендациям Диагностика лечения полинаэропатии Задача не столько и не только неврологов В большинстве случаев диагностика осуществляется не неврологами А диагноз ставится на основании анамнеза Жалоб, обследования физикального И не требует специальных методов диагностики То бишь, работает и перекладывается на эндокринолога И врачей общей практики и терапевта Итак, это самое частое осложнение Мы уже поговорили Чаще всего встречается дистальная симметричная полинаэропатия Это 75% случаев В половине случаев, я подчеркиваю Это асимптомные до времени состояния И мы вернемся к этой проблеме Нейропатическая боль встречается не меньше, чем у четверти больных с полинаэропатии И наоборот, половина всех причин Нейропатической боли Это сахарный диабет И вообще сахарный диабет Самая частая причина полинаэропатии Но не только диабет Уже на этапе предиабета Каждый десятый, если не больше Уже имеет те или иные признаки поражения Периферической нервной системы И Всемирная организация здравоохранения И Айдеев Предлагают на этапе диагностики диабета Уже спрашивать пациента о симптомах Которые мы могли бы расценить Как полинаэропатии Так что же это такое? Отечественное определение Это комплекс клинических и субклинических синдромов Каждый из которых характеризуется Диффузным поражением периферических Или автономных нервов Волокон в результате диабета Но есть американское Так называемое простое определение Для клинической практики Это наличие симптомов или признаков Поражение периферических нервов И дальше дьявол кроется Вот в этой тонкой детали После исключения других причин Нам с вами, не будучи неврологами Это сложно сделать Наша задача вовремя заподозрить Другие причины И направить к профильному специалисту Итак, что же это такое Диабетическая нейропатия Да, мы понимаем, что это боль Но это снижение качества жизни Это нарушение чувствительности И очень важно Второй тип Пожилые пациенты Больше половины больных Со вторым типом Это именно пожилые 60 плюс Это изменение походки Нарушение Походки приводит к падениям И травмам у наших пациентов Таким образом Поль нейропатии ведет Опосредственно к переломам Но наибольшая опасность Это, конечно же Язвенные дефекты стоп Мы чуть-чуть поговорили об этом Так вот Дефект стопы Является более значимым Предиктором смерти Чем ишемическая болезнь сердца Или инсульт И наоборот Автономная нейропатия Повышает риск смерти от инсульта Или инфаркта миокарда Больше чем в три раза И вообще пациенты С автономной нейропатией Выживают за ближайшие 5-10 лет В среднем Только половина этих пациентов Почему? Потому что это состояние Ассоциировано с высоким Риском смерти В первую очередь Кардиоваскулярных событий И то осложнение О котором мы редко говорим Которое мы не так часто К счастью видим Но это прямое последствие Нейропатии Это нейроостеоартропатия Или стопа Шарко Это безболевая Прогрессирующая деструкция Суставов на стопе То есть по сути Стопа превращается В кожаный мешок с костями Которые никак не соединены Между собой На этих визуализационных рисунках И на фотографиях видно Во что может превратиться Стопа пациента И представляете Какой колоссальный труд Предпринимают наши коллеги Которые пытаются спасти Вот такую конечность У больных с сахарным диабетом Приведены результаты работы Аллы Юрьевны Токмаковой С коллегами Но не только страдания пациентов Оказывается пациент С полной нейропатии Может быть потенциально опасен Для себя и окружающих Потому что наши больные Тормозят плохо Они Время на тормозную реакцию У них выше А если у пациента Есть автономная нейропатия И нарушена зрачковая реакция То он не может адекватно Водить автомобиль В темное время суток Про это нам с вами пациенты Не говорят Об этом стоит спрашивать на визите А как вам видится хорошо Или за рулем И так далее В темноте Вот такие аспекты Полной нейропатии О которых мы не привыкли говорить И в аспекте коронавирусной инфекции За последнее время С момента объявления пандемии Выяснилось Что на фоне уменьшения доступности Медицинской помощи Увеличилось количество гангрен Увеличились радикальные вмешательства Ампутации И высота этой ампутации То есть своевременность оказания Медицинской хирургической помощи Она возросла И вот это соотношение Между высокими и низкими ампутациями Увеличилось больше чем в два раза И наоборот Наличие диабетической нейропатии Может негативно влиять На коронавирусную инфекцию За счет большего воспалительного ответа У пациентов с сахарным диабетом Мы с вами прекрасно знаем Что диабетическая поля нейропатия Традиционно это результат гипергликемии Накопление конечных продуктов гликирования Активация полиолового пути Гексузаминовый путь Но в последнее время Все больше внимания привлекаем К негликемическим механизмам Артериальная гипертензия Дислипидемия тоже играет роль И инсулиновый дефект Но и инкретиновый дефект Оказывается тоже играют роль В развитии диабетической нейропатии И дефицит нейротрофинов На уровне инсулинорезистентности даже Все это суммируя Приводит к оксидативному стрессу Это мы хорошо знаем Но еще и очень важно Воспаление Развивается митохондриальная дисфункция Нарушается экспрессия генов Апоптос развивается Эндотелиальная дисфункция Все это вместе Первичный невральный компонент Сосудистый компонент Все приводит к клинической манифестации Нарушение функции нервных волокон И с 2019 года в нашей стране Существует новая классификация Диабетических нейропатий Я позволю себе Вопросы мононейропатии И радикулопатии Ставить все-таки Для решения неврологов В обычной практике Мы работаем с диффузной нейропатией То, что мы называли Дистально-симметричное Сейчас мы Выделяем Не так, как раньше Несенсорное, а моторное Остались прежние названия В скобочках Мы выделяем С поражением Тонких нервных волокон С преимущественным поражением Толстых нервных волокон И смешанная форма И очень важно Автономная нейропатия Да, кардиоваскулярная форма Ее опасности Я рассказала Но Выделяется также И судомоторная дисфункция Вот он Субстрат сухости кожи Трещин ног У наших пациентов И нераспознаваемая Гипогликемия Но с оговорками Последние клинические рекомендации Подчеркивать Что связь автономной Нейропатии И нераспознаваемой Гипогликемии Не является в полной мере Доказанной И требует уточнения Выделены за рамки Диабетической нейропатии Те состояния Которые не являются Непосредственно диабетическими Но часто встречаются При этом заболевания Это туннельные синдромы Хроническое воспалительное Демилинизирующее поле нейропатии Я это подчеркиваю Потому что в прошлой Классификации ХВДП находилась В структуре Диабетических полей Нейропатии Итак Как нам с этим Работать Диагноз мы ставим Как мы уже поговорили На основании Збора жалоб Анамнеза И осмотра И мы Определяем у пациентов Тактильную болевую Температурную Вибрационную чувствительность И рефлексы Я призываю вас Коллеги Пожалуйста Ежегодно Не забывайте Проверять тактильную чувствительность Потому что Потеря тактильной чувствительности Потеря защитной Чувствительности Это Прямой Путь К развитию Язвы на стопе У наших пациентов Помимо Стандартных исследований Которым мы привыкли Есть другие методы Которыми мы реже Обращаемся Все-таки Все-таки Они специальные Это электронейромиография Может быть Количественное сенсорное Тестирование Электрокардиография Все чаще Мы будем Слышать О возможностях И Они прорывны Эти возможности Конфокальной Микроскопии Роговицы И Экспресс-диагностика Автономной Нейропатии В России Не знаю Зарегистрирован Этот прибор Или нет Но Это существенно Облегчит Нашу с вами Работу Использование Приборов Которые Позволяют На Уровне Стопы И кисти Обнаружить Автономную Нейропатию И Как же Мы должны С вами Ставить Диагноз Вот что Такое Поражение Толстых Волокон Это Потеря Защитной Чувствительности Это Индикатор Риска Синдрома Диабетической Стопы Это Один Из Последних Пациентов Как вы Видите В каком Состоянии Стопа У него Не болит И Не болело И Вот Это Отсутствие Объективной Информации О положении Дел Оно Заставляет Пациентов Игнорировать Свои Проблемы И Мотивации К дальнейшему Лечению Вот этого Язвенного Дефекта Который Вы Видите На Экране У Пациента Нет Потому что Отсутствует Болевая Чувствительность У пациента Отсутствует Тактильная Чувствительность И Вообще Все виды Чувствительности У него У данного Больного Практически На стопах Не определяются И так Как мы Ставим Диагноз Тонковолоконная Нейропатия Электронейромиография Ее не отражает Что мы имеем Нарушение Болевой Чувствительности Нарушение Температурной Чувствительности Обычно Это бывает В начале А потом Присоединяется Обычно Поражение Толстых Волокон Мы видим Снижение Рефлексов Снижение Вибрационной Чувствительности Тактильная О которой Мы поговорили И нарушение Проприоцепции Таким образом Мы в диагноз Можем Выносить С поражением Толстых Волокон Дистальную Диффузную Нейропатию Эту таблицу Я привела Специально Коллеге Для того Чтобы нам Можно было Удобно Поставить Грамотно Современный Диагноз Полинейропатии И для себя Хочу сказать Что вот Эта таблица Наверное Самое главное Мое обращение Ко всем коллегам По результатам Работы Нашего центра Заболеваний Периферической Нервной системы Большинство Больных С диабетом Пришедших С диагнозом Диабетическая Полинейропатия Обратившихся Уже К Не первой Инстанции Неврологам Причиной Их жалоб Было Не наличие Диабетической Нейропатии И так я подчеркиваю При Классической Диабетической Полинейропатии Стопа болит Больше Чем Икра Боли Характерно Жгучие Они возникают В покое Они возникают Вечером Усиливаются Ночью И при ходьбе Эти боли Проходят А если у вас больной Говорит У меня полинейропатия И так ноги болят Еле хожу Значит причину Надо искать Другую И характерные Язвы Язвы формируются В местах Наибольшего Давления На стопах У наших пациентов Если Язва Располагается Максимально Дистально На пальцах То здесь причины Уже другие Сосудистого Генеза И автономная Нейропатия Наш регламент Не позволит Долго остановиться Встречается У каждого Пятого Больного С диабетом Проявляется Ортостатической Гипотензией Что очень важно Снижение Толерантности К физическим Нагрузкам Переоперационная Нестабильность Тихикардия Покою Удлинение Интервала Куте И нарушение Вариабельности Сердечного Ритма Существует Целый комплекс Методов Диагностики И Коллеги Обращаю Ваше внимание Что Это Одно из самых Серьезных Форм Осложнений Периферической Нервной Системы Со стороны Сахарного Диабета И когда же Нам с вами Нужен Невролог На этапе Скрининга Редко Если мы Подозреваем Другие Причины Поражения Нервной Системы Что Это Отсутствие Чувствительных Нарушений Или Преобладают Двигательные Надчувствительными Сенситивная Атаксия Очень важно Асимметрия Симптомов Наличие Тетропореза Слабость Бульбарной Мускулатуры Мимической Мышц Туловища Наличие Гипотрофии Мышц Нас должно Насторожить Наличие Пирамидной Симптоматики И мы Должны С вами Коллеги Помнить Что при Неврологических Заболеваниях В целом Комплексе Есть определенный Ряд Жалоб И вот Эти Множество Неврологических Заболеваний Которые Приведены Сейчас На экране Ассоциированы С сахарным Диабетом И это Специфические Типы Сахарного Диабета Зачастую Митахондриальный И так далее То есть Не вся Симптоматика Которая Есть у больного С диабетом Обусловлена Диабетическое Поле Нейропатии Очень частые Причины Интоксикации В нашей стране Алкоголь Это Вторая Причина Поле Нейропатии Онкологические Заболевания ВИЧ Инфекция Дефицитарное Состояние Витаминов И применение Лекарственных Препаратов Чаще всего Это Противоопухолевые Препараты Что мы можем Сделать Для наших Больных Профилактика Да мы Рекомендуем Профилактику Да мы Интенсифицируем Гликемический Контроль Но заранее Признаемся В том Что мы Особенного Эффекта В этом плане Не ждем Вот посмотрите Как работает Оптимизация Образа жизни На профилактику Полинейропатии Мичиганский Опросник Был использован У пациентов Которые С избыточным Весом И диабетом Вот они Активно Изменяли Свой образ Жизни Вот эти Меры Да за первый Год Стало лучше Но и те И другие Больные С течением Времени Через 10 Лет 12 Очень длительное Исследование Конечно же Балл По мичиганскому Опроснику Возрос Но статистически Значимые Различия Обратите внимание Наблюдались Даже через 12 лет То есть Физическая активность Не предотвращает Развитие Полинаэропатии Но существенно Улучшает Прогноз По сравнению С людьми Которые Этого Не делают Интенсификация Сахароснижающей Терапии Приведенные Здесь Исследования Обычно Мы рассматриваем В аспекте Профилактики Сердечно-сосудистых Событий Но вот В ряде Из них Были Оценены И эффекты На полинаэропатию И к сожалению Интенсификация Гликемического Контроля Улучшение Его до целевых Значений В том числе Как у людей Без диабета Не доказало Профилактики Развития Диабетической Полинаэропатии То есть В целом Рассчитывать На нормализацию Углеводного Обмена И ее Эффекты На полинаэропатию Мы не Можем И в конце Прошлого года Сначала В немецкой Печати Потом В англоязычной Европейской Печати Был опубликован Вот этот Алгоритм Когда мы Ставим Диагноз Мы с вами Разобрали Как Модифицируем Образ жизни Очень важно Оптимизируем Контроль Гликемии Оцениваем Коморбидность И На этапе Бессимптомной Полинаэропатии Симптомной Полинаэропатии Без болевого Синдрома Или с Болевым Синдромом Авторы Предлагают Начинать С патогенетической Терапией Альфа-липоевой Кислотой Возможно С бенфотиамином В комбинации Назначать Симптоматическую Терапию Обезболивающую Да Это Долоксетин Трициклические Антидепрессанты Бригаболин Габапентин И так далее Очень важно Не фармакологические Методы воздействия Когнитивно-поведенческое То есть мы должны Не просто сказать больному Да, у вас Полинаэропатия Написать это В электронную Медицинскую карту Мы должны сказать Что вам надо Ухаживать за ногами Что вы не чувствуете И гвоздь в ботинке Вы не заметите Вот оно Обучение больных Также Идут работы По поиску Физиотерапевтических Методов Лечение Всякие Различные Комбинации И при неэффективности Электрическая Стимуляция Спинного Мозга И так О патогенетической Терапии Которая стоит На первом месте В 17-м году Международная Федерация Диабета Это вот Такая Всемирная Организация Здравоохранения Которая В кавычках Имеет вес Для всей Диабетологии Это главная Диабетологическая Ассоциация На нашей планете Так вот Она подчеркивает Что да Основа профилактики Это углеводный обмен Но И указывает Что доказательство Подтверждает Использование Альфа-липоевой кислоты И чуть дальше Айдеев Айдеев призывает Всех практикующих Врачей Лечить пациентов Как можно Раньше При появлении Полинаэропатии На этапе Еще до Возникновения Язвы Для Такого Заявления Айдеев Проанализировала Целый ряд Крупных Исследований Которые Были проведены В конце Прошлого века И Коллеги постарше Наверное Хорошо помнят Как мы Слушали о них Когда Публиковались Их результаты И я хотела бы Выделить Те Которые Представляют Определенный Интерес С точки зрения Автономной нейропатии Посмотрите Исследование Декан При пероральном приеме Исследовалось Вариабельность Сердечного ритма А в исследовании НЭФАН Оно продолжалось Четыре года И дозы препаратов В исследовании Применялись Разные И именно Эти работы Позволили нам Применять Тот метод Альфа-липоевой кислоты Который мы пользуемся Был проведен Целый ряд Мета-анализов Посвященных Этой проблеме И в хронологическом Порядке Самый последний Я бы хотела Обратить Ваше внимание Вот посмотрите При Использовании Альфа-липоевой кислоты Парентерально То бишь внутривенно В дозе 600 миллиграммов Общий балл По шкале Симптомов Он снизился Почти на 2,5 балла А если Пациенты Принимали Препарат Внутрь В той же дозировке 600 миллиграмм То почти На 2 балла То есть Здесь статистически Значимые изменения Которые Подчеркивают Это результат Мета-анализов А не Одного исследования Которые подчеркивают Доказанную эффективность Альфа-липоевой кислоты Но ни для кого Не секрет Что есть пациенты Которые Не отвечают На терапию И здесь Работают Те факторы Которые Мы с вами Назвали Дополнительными Кроме Гликемического Контроля Здесь И вес И гипертония И Предшествующая Сахароснижающая Терапия Об основных Эффектах Альфа-липоевой кислоты Я сказала Я бы хотела Остановить Ваше внимание На противовоспалительном Эффекте Именно к нему Приковано Внимание Исследователей По всему миру В последнее время Доказано Что альфа-липоевая кислота Действует Опосредованно На интерлекиновый Ответ И Ингибирует Фермент активации Нуклеарного фактора КПБ И не только И фактор Некроза Апухолей Который не вошел В этот слайд Исследования Уже этого года И Мы с вами Хорошо знаем Что препарат Работает Работает На симптомы На которые Жалуются Наш больной На боли На жжение На немение На гипостезии Статистически Значимо Улучшаются Симптомы По различным Шкалам И Берлитион Работает Если его Капать Дольше Он работает Что Ожидаемо Лучше И длительность Как я уже Сказала В исследовании Нефон Она продолжалась До 4 лет То есть Это безопасно И коллеги Если мы Капаем Альфа-липоевую Кислоту Пациенту С препаратами С риском Гипогликемии То бишь Сульфанил Мочевина Инсулин Нужно помнить Что очень хорошо Улучшается Показатель Углеводного Обмена И Нужно Проследить За гликемией Особенно Перед обедом У пациентов Таких Потому что Есть риск Гипо Авторы Показывают На 74 День И мы по практике С вами знаем Что уже на первый день Есть ответ Со стороны Гликемии И так как мы Работаем с Берлитионом Это Внутривенно Капельно По возможности 2 недели В дальнейшем Переходим На пероральный Прием На усмотрение Врача Обычно Это 2-4 Месяца Если пациент Не может Не хочет Нет возможности Дневного Стационара Просто Стационара Мы можем Стартовать С Перорального Приема И все-таки Почему же Пациенты Так любят Альфа-липоевую кислоту Мы с вами Прекрасно знаем Что Есть пациенты Которые приходят И просят Повторить Курс лечения И они Обычно Помнят Название Торговое Того препарата На котором Устало Лучше Так вот Было проведено Исследование Которое Показало Даже на пероральном Приеме Посмотрите Да По неврологическим Шкалам Да По опросникам Неврологическим Но еще важно Качество жизни У пациентов Улучшилось Все аспекты Качества жизни И рабочие И их социальная Адаптация И домашние обстоятельства На этом фоне Стали лучше И очень важно Посмотрите Каждый Второй И больше Отметили Что их здоровье В целом Стало Намного лучше Или лучше На фоне Приема Альфа-липоевой кислоты То есть Это не только Нейропатическая Симптоматика Это еще и качество Жизни Наших пациентов Итак Антиоксидант Противовоспалительное действие Мы об этом поговорили Усиливает кровоснабжение Нервов Улучшает Проводящие свойства Периферических нервов Что доказано В исследованиях И это единственное Патогенетически Обоснованное Лечение Диабетической Польной аэропатии Рекомендованной Международной Федерацией Диабета С обширной Доказательной Базой И завершая Своё выступление Я хочу Процитировать Слова Уважаемого Доктора Малик Название Статьи Этой Перефразированной Фразой Из Шекспира Вглядитесь Так вот Он говорит о том Что мы продолжаем Выставлять диагноз С нейропатии С использованием Простого Осмотра Стопы Монофилоненты Которые Дентифицируют Только тяжелая Нейропатия И следовательно Риск Изъязвления А пятилетняя Смертность Пациентов С изъязвлениями Ног Хуже Чем у большинства Распространенных Видов рака И конечно же Мы должны Выявлять Пациентов На более ранней Стадии Чтобы предотвратить Ее прогрессирование До стадии С такой Высокой Смертностью Уважаемые Коллеги Благодарю вас За внимание Если будут вопросы Постараюсь ответить Спасибо Тут вопросы есть Но в таком варианте Я думаю Что на них Невозможно ответить Подробнее О физиолечении Подробнее О витаминах Это можно еще Пару лекций Наверное Прочитать На такую тему Да Либо давайте Как-то конкретнее Либо Наверное На следующий раз Отложим Вопрос Такого Плана Обсуждения Так Ну нет Я так понимаю Больших вопросов Да Конкретных Тогда мы Наверное Ксению Валентиновну Поблагодарим И перейдем К теме Следующего Нашего доклада Продолжение следует